Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Аналитика от инвестора с 25-летним опытом инвестирования. Сегодня я вам предлагаю к просмотру очередной ролик с прогнозом курса доллара на следующий месяц. Как правило, это самые подробные фундаментальные ежемесячные ролики по теме курсов валют на моем канале. Будет прогноз доллара на июль. В ролике освещу новые курсообразующие факторы, актуальные события и тенденции, влияющие на валютный рынок. Будут цифры, факты, логика, ну впрочем, как и всегда. Суть будет, кстати, не в прогнозном значении, а в логике и в понимании текущих и будущих процессов на валютном рынке. В тенденциях. Важны именно тенденции, потому что попасть вот совершенно в точный курс через месяц или полтора можно только случайно с текущим уровнем насыщенности различными событиями. Тем не менее, и для бизнесов, и для инвесторов понимание процессов и тенденций на валютном рынке бывает очень даже полезно. Знаю по себе. Итак, начинаем. Смотрим график курса доллара в рублях. Пятилетний график. Видим, что курс вышел через нижнюю границу уже привычного диапазона 90-94 рубля за доллар. Сразу объясню причину такой курсовой динамики. Потому что она выглядит нелогично, особенно на фоне снижения нефтяных цен. Дело в том, что, как я раньше и говорил, заметно осложнились международные расчеты даже с дружественными странами. Очевидно, что партнерам пригрозили вторичными санкциями и они забеспокоились. И из-за проблем с расчетами заметно упал импорт. То есть баланс экспорт-импорт вышел из недавнего равновесия. Кстати, я об этом предупреждал в различных своих роликах. Вот в частности, очень конкретно об этом было рассказано здесь. Обложка на экране. Касался этой темы в других видео, мне было важно понять, почему рубль укрепляется на фоне неблагоприятного фундаментала. Однако, заранее степень влияния проблем с денежными расчетами на курсы валют оценить было невозможно. Как, впрочем, и сейчас, понять, когда эта проблема уйдет хотя бы частично, не представляется возможным. Далее, несколько слов по ценам на нефть. Это очень важный курсообразующий фактор. Сразу смотрим на график цены нефти Brent. И сразу видим неприятную тенденцию снижения стоимости нефти на мировом рынке. Это реально ослабляющий рубль фактор. Но наблюдательный эксперт скажет, что в последнее время валютная пара доллар-рубль заметно отвязалась от цен на нефть. И это действительно так. Почему? Потому что те самые проблемы с платежами рассогласовывают по времени динамику изменения нефтяных цен и реальные моменты прихода денег за проданный энергоноситель. Тем не менее, цена на нефть очень важна, если говорим о каком-то пролонгированном курсообразовании на российском валютном рынке. И действительно, если цена на нефть продолжит снижение достаточно долго, то в этих условиях укрепляться рублю будет очень сложно. И даже если рубль вдруг продолжит укрепление на фоне стагнирующих цен на нефть, то это будет явно происходить по другим, более весомым на том периоде времени причинам. Сейчас именно это и происходит. Но чуть выше я объяснил все это дело, повторяться не стану. И в связи с этим, конечно же, стоит вспомнить про обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Прежде всего, именно продажу валютной выручки. Хотя есть и еще целый набор системных и ручных корректирующих и ограничивающих воздействия на курсы валют со стороны регулирующих органов. Именно поэтому мы вряд ли увидим в ближайшее время резкий поход курса доллара далеко за 100 рублей. Думаю, что это очевидно, но тем не менее, проговорить был смысл. Так, далее, еще раз сделаю акцент на том, что в общем и целом торговый баланс экспорт-импорт останется определяющим в курсе образования валют в будущем. И на него естественным образом будет влиять в основном нефтяная повестка. И, конечно же, желание и способность властей регулировать курс валют. Как вы уже понимаете, способность к регулированию имеется однозначно, а вот желание будет зависеть от нескольких факторов. Основным из них будет являться ситуация с наполнением бюджета страны. И в связи с этим вынужден констатировать, что совсем недавно был спрогнозирован рост дефицита бюджета. Проблемы там есть, и как раз эти проблемы и пытаются решить пока еще довольно тонкими настройками через действия бюджетного правила и ряда других действий. И вот как раз в рамках того самого бюджетного правила финансовая власть собирается снова увеличить продажи валют. Да, увеличение объемов продаж валют на треть звучит как поддержка для рубля. Но серьезного и заметного влияния на курсы валют не сможет обеспечить. Только немного, так как объемы пока еще остаются относительно незначительными. Поэтому захламлять вам мозги излишней конкретикой по этой вот теме смысла не вижу никакого. И советую критически относиться к тем типа экспертам, которые продолжают хайповать на увеличении властями продаж валюты. То есть на подобных типа мощных заголовках, заявлениях и утверждениях. Это довольно важно. Они просто гонятся за хайпом, а не за сутью. Повторюсь, ключевое это баланс экспорт-импорт и особенно самая важная его составляющая нефть. Также хочу напомнить, что все эти рассуждения и общий баланс экспорт-импорт влияют и объясняют курсы других валют, юань, евро и так далее. Через те самые кросс-курсы по доллару. Так, далее. В общем уже очевидно, что итоговое июльское соотношение внешнеторгового баланса России спрогнозировать сложно. К тому же могут появиться новые или усилиться некоторые старые нюансы, факторы или тенденции. Как минимум, непонятно, как долго проблемы с денежными расчетами будут перекашивать баланс экспорт-импорт. Месяц июль может оказаться довольно интересным. Могут быть и совершенно непрогнозируемые сюрпризы, особенно со стороны геополитики. Там предпосылок для эскалации напряжения сейчас более чем предостаточно. Думаю, это очевидно. Вот, ну, как я уже сегодня сказал, важной для определения баланса экспорт-импорт будет тенденция на нефтяном рынке. Особенно с учетом усиливающихся санкций, платежных проблем и снижением нефтяных цен. Далее, обязан сказать несколько слов про ключевую ставку. Это видео как раз выйдет за день до заседания ЦБ по ключевой ставке. И вот на сейчас, на время записи, консенсус-прогноз большинства аналитиков сходится на значении 17%. То есть на росте ключевой ставки на 1%. Для экономического развития рост ключевой ставки это плохо, для самочувствия рубля – хорошо. Ну, это так вот, крупно и грубо. Даже если ставку не повысит совсем, уже есть давление на валюты через эту самую высокую ключевую ставку, которая призвана бороться в том числе и с перегревом рынка кредитования. А значит, негативно влияет на объемы импорта, которые у нас и так сейчас ходят под проблемами. Это тоже все стоит учесть. Важная тенденция. В общем, основные курсообразующие факторы я уже сегодня либо раскрыл, либо упомянул. Про денежную массу не сказал, но там мало изменений. В общем, пора переходить непосредственно к прогнозу. Мы видим, что в последнее время курс доллара неоднократно уходил ниже 90 рублей. Таким образом, предыдущий привычный коридор значений нарушен. Теперь уже осторожно, осторожно можно говорить о новом коридоре, например, 88-93 рубля. При этом есть предпосылки и факторы выхода значения курса как через нижнюю границу, так и через верхнюю. И поэтому я предпочту быть осторожным, особенно если речь идет об июле. Впереди явно намечается эскалация геополитической напряженности, могут быть и провокации, и усиленное внешнее давление, и так далее, и тому подобное. Поэтому мой прогноз доллара на июль 2024 года – это коридор значений 90-95 рублей, то есть практически старый коридор. Все-таки я не стану торопиться прогнозировать дальнейшее укрепление рубля под очевидным давлением нефтяного фундаментала. Это означает, что я все-таки не исключаю дальнейшего небольшого временного укрепления рубля, но вижу достаточно фундаментальных факторов для роста доллара. Данный прогноз сделан в осознании того фактора, что текущие проблемы с международными платежами с большой вероятностью будут носить временный характер. Однако акцентируюсь на том, что я не знаю, и никто не знает, когда основное количество множественных импортеров преодолеют возникшие трудности с платежами. При этом всем я обязан отметить, что общая тенденция к ослаблению национальной валюты остается. Она вряд ли, как я уже сказал, проявится резко и именно в июле, но на долгосроке мы это увидим, никуда от этого мы не денемся. Такое поведение рубля обусловлено экономической моделью развития России, той самой экономической моделью, которая называется экспортно-ориентированная. В общем, на коридор курсовых значений по доллару 90-95 рублей в июле я и буду ориентировать свои инвестиционные решения, но и риски возможного выхода из него тоже вычту. Это базовый прогноз без экстраординарных событий и заявлений, без черных лебедей и мощных неожиданностей, без существенного выхода нерезидентских бизнесов и точно без экстремальной геополитики. Вот, а сейчас важная ремарка ко всему вышесказанным. Прочитайте на экране, это нужно знать и осознавать. Прочитайте на паузе внимательнее. Ну а на сегодня это все. Успех финансовой независимости. Да пребудет с вами все сложного процента.